У нас сегодня свободное время случилось. У Руфаэля дня рождения, мы идем в кафе. Мы думали, что мы пойдем после тренировки, по-быстренькому, поедим, просто поедим. Я встречу его. Мы с Миланой встретим, зайдем в кафе. И кафе там уже вскоре закроется, а тренировок сегодня нет. Тренер болел. И вот так вот совпало. Мы идем пораньше и можем спокойно посидеть там в кафе. Поезд Руфаэлька у нас ни разу не был в кафе. Куда мы ходим с Миланой? Если там не будет сегодня забронировано... Я там был, если бы я здесь, но Руфа не ел. А, был несколько раз, но Руфаэлька там не ел. А мы идем прямо и туда, и есть Руфа прям там сидеть. И если не будет, там забронировано. Иногда мы попытались раз, а там какой-то у детей праздник был. Ну, может, день рождения, наверное, скорее всего. Надеемся, что сегодня будет открыт. Дни рождения мы ничей не справляем. Нам бы вспомнить про них вообще. А мы и Милану дома не справляем. Где-то Милану исправляем. Ну, так мы с Миланой, мы с Миланой точно так же ходили в этот кафе на день рождения. А вот так? Ну, потому что нет так... Ну, там грязь. Так-то можно срезать, но там грязь. Не справляем, потому что школа, тренировки каждый день не до этого. Нет времени на это. Она сбегает сразу, а? Она сбегает сразу. Будем выбирать. В принципе, я знаю, что мы... Хочем. Что мы хочем купить. Сет. Снимает. Он снимает. Молодец. Я предлагаю, какой тогда сет покупали. Смотри, сеты. Фьюжн он, по-моему. Я хотела вот это с флагом. Фьюжн, смотри, 40 штучек там вниз-вниз идти. Ну, потому что он вкусный был. Можем что-то другое попробовать. Но тут 40 штук. А сами видишь, 36, 24, 32, да? И там же разные. Почитай, какие. Вот это... А можно я его беру там? Клея или это? Как ты не можешь выбрать? Смотри, там клубничный, ванильный. И опять без головы, да? Ты всегда у нас так снимаешь. Я снимаю с головой, без меню там только. Я с работы. Думаю, ну в конце просто забежу. Мне я в смысле, что я в такой рабочей одежде, в венке. Тут иногда вся. Вот. А так бы я другую спортивную костюм одеть. Вообще вот так вот все. Это у нас Арфаэля. Давай, бери. А что, бери? Надо завтра тебя записать. Напомни мне. Подстричься. Ага. Сегодня забыли вообще? Все, теперь ждем 20 минут. Давайте пока сидим, пока есть спокойное время просто. Пока вообще есть время. Про машину, да? Давно не говорила. Ну, естественно, нервничаем. И муж пишет этому парню, нашему менеджеру. Тот нам отвечает. Она, я, по-моему, говорила, что долг состоит из нескольких частей. Из двух частей у нее конкретно было по свету, по-моему. То есть, ну, в разных платежках, в одну кучу она это заплатить не может. Сначала она выплачивала один долг. Мы обрадовались. А там еще вторая половина. Вот. Мы же, ну, требуем с этого парня. Ну, естественно, да? С менеджера. А тут еще кто его знает, как ты нарвешься, да? Случаи бывают вообще разные и не в пользу покупателей. Тут чего только не услышишь, чего только не насмотришься, да? Ну, страшно, естественно. Не хочется потерять и деньги, и машину. Даже в любом случае мы можем сдать ее в салон обратно и взять деньги. Но уже она у нас стоит больше двух недель. Они уже подорожали. Муж ее взял не из-за того, что прям это Нива. Во-первых, полный привод, и она новая. Она прям, ну, чуть ли не в идеальном состоянии. Конечно, это все будет видно, когда начнет ездить он на ней. Но вот все равно ни ржавая, ни гнилая, вообще нисколечко, вообще ни капельки. Прям там был за ней идеальный уход, и пробег там очень маленький. Так, дальше. И она начала выплачивать. И муж все время, ну, не то, что не терпится, ну, извините, да, время уже много прошло. Это вообще сдвинется. Все эти проблемы должен решать салон. Но мы ждем. Ждем, пока она сама там будет выплачивать. Вот, и сегодня уже этот парень прислал, как называется, копия переписки с ней, с этой женщиной. Муж уже сегодня в очередной. А парень объяснил еще нам до того, что вроде бы она выплачивает, но нужно ждать еще дней 10. Говорит, ну, неделя минимум. Говорит, это если при каком-то чудесном раскладе, когда человек выплатил, и прям хоп, через неделю все аресты снились. Это все почему-то делается не сразу. Вот я не знаю, почему, блин, то ли в отместку этим людям, неплательщикам, которые не платили, на них наложили аресты, они выплатили. И потом только, блин, через две недели снимается это все. Не знаю, у меня такое ощущение, что как-то это делается в отместку. Снимается с сайта информация, я имею в виду, об арестах. Он говорил, что дни, говорит, через 10. Ну, не раньше, говорит, из практики, потому что случаются такие, не знаю, часто и не часто, но случаются у них такие случаи. Я почему-то вот так и думала, что где-то у нас это заметно, почему-то около месяца. Я даже не думала, что прям сейчас день-два и все у нас. Он нам присылает копию, как я забыла, скрин, господи, переписки. Они, значит, ей пишут, что где, где то, что выплачено. И пишет он ей, мы, ну, долго уже ждали, две недели ждали, да, пока тетенька соберется там наконец-то все до конца выплатить. Никуда мне тут телефон поставить. Нет, так упадет. Он пишет, ну, чтобы не на словах нам рассказывать, а то, ну, мы тоже то верим, то не верим, да, мы в такой ситуации, да. Мы хотели бы верить, что это салон исключительно с хорошей репутацией, что там люди работают исключительно порядочные. Ну, понимаете, что случаи бывают разные. И верить, что кто-то там где-то порядочный человек, вообще нельзя вот так вот. И он пишет, мы берем документы и идем в юридическую фирму или как-то, да, как-то так вот написано. И обращаемся на вас в суд. Он ей пишет. Сразу приходит ответ. Прям почему-то после этого. Она все пишет в понедельник. В понедельник это будет через пять дней. Я выплатила, через пять дней будут, вам придут документы и, ну, будет видно уже, что аресты сняты через пять дней. Да, и документы пришлют им в салон. Вот как сразу получилось. Ну, потому что, чтобы парень не на словах, не на словах, он-то нам передает, а мы, да, он нам не брат, не папа, никто, да, тут не приходится верить чужим людям. Нет, хотелось бы, хотелось бы, что прям хороший салон, все. Но бывает разное. Вот, так что... И муж такой, вот я хоть не понял, мы уже не знаем, радоваться или нет, потому что столько раз нам говорили, вот, все немножко осталось, вот, все немножко осталось. И сейчас, я говорю, ну, тут понятно, что как бы все выплачено и через пять дней будут документы. Но он все-таки, говорит, не поняли. Не, ну пусть они пояснят, да, мало ли как там юридически. Может, там еще у них две недели, там, какими-то путями на что-то уйдет. Не, понять поняли. Хотели бы, как они трактуют написанное. А он говорит, ну, это то и значит, что все, через пять дней уже будут документы, аресты уже будут сняты. Все, мы очень надеемся, что через пять дней у нас будет другая информация, что все в полном порядке. Сейчас как бы, да, ну, уже хорошо, у нас дела идут. Но надеемся, что через пять дней прям будет у нас такая информация. Получается, 16 дней машина стояла. Я говорю, это просто, ну, для кого-то для другого катастрофа. Ладно, у нас две машины. И то вторая, она еле живая, прям, ну, еле живая. Ну, вот, просто на духе святого ездит. Ей уже очень много лет. И она за это время, вот как мы оказались в критической ситуации с одной машиной, она до этого ломалась, сломалась. У нас был второй Субарик тоже ржавая вся. Та вообще прям. Ломались, сломались, убила. А сейчас она прям затихла. И вот прям вот Господь нам дает. Она прям едет и не ломается. Дает нам Бог такую возможность. Я говорю, вот для другого человека это катастрофа. Когда ты купил хорошую машину, не за сто тысяч, не за двести, не за пятьсот, и вляпался в такую историю. Все, не выехать никуда. Ладно, не выехать. А кому-то и выехать надо поработать. Ни на работу, ни в школу, вообще ничего. И стоит у тебя машина возле дома. Да? Для кого-то, для другого это прям тоже была тяжелая прям такая ситуация, когда машина стоит уже больше двух недель. Вот, но... Надеемся, что все это подходит к концу. Посмотрите, какая красота этот сет. Я прям девочек у этих все время схватил, которые здесь работают. Все-все коктейльчики нам принесло. Ну давайте. Ну как? Это, который домой мы сет заказывали тогда, очень понравилось. Ну прям вкусно вообще, ну каждую ролку вкусная и красивая. Дай аккуратно. Я вот эти зеленые вот такие не буду. Какие зеленые не будешь? Зеленые вот эти. Это Калифорния зеленая, да, Милан? Да. Мне больше достанется правильно. Они вкусные. Они вкусные. Наносили. Это чем я... Это чем я... Это чем я... Это чем я...